Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Место встречи изменить нельзя. Обновленный питьевой бювет представят минеральные воды из 18 источников, в том числе и анапских, на историческом и привычном для курортников месте. С чего начинается кукла? Как и где в Анапе рождаются настоящие произведения искусства? В Анапу прилетели весенние ласточки. Под таким названием на курорте стартовал краевой турнир по художественной гимнастике. В жизни города нет второстепенных отраслей. Экономика, социальная сфера, жилищно-коммунальный комплекс – все взаимосвязано. Накануне глава Анапы Сергей Сергеев отчитался перед депутатами и общественностью об итогах работы за 2016 год. Мы продолжаем рассказывать об основных точках роста нашего города. Развитие жилищно-коммунального комплекса в своем отчете глава Анапы уделил немало внимания. Сергей Павлович отметил, на финансирование ЖКХ приходится более полумиллиарда рублей. Усилия властей направлены на обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, тепловых сетей, в том числе. Важная тема – котельная в Киблерово. До сих пор не было софинансирования на ее строительство. В 2016-м достигнута договоренность с краевыми властями. Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса о включении нас и выделении нам 34 миллионов при условии софинансирования в размере 15 миллионов из местного бюджета позволит нам закрыть раз и навсегда эту проблему и обеспечить и тепло, и горячее водоснабжение. Позитивные изменения коснулись каждой отрасли курорта. Их отмечают многочисленные туристы и жители Анапы. У нас каждый год все меняется. Если кто приезжает отдыхающий, они не узнают наш город. По ощущениям, чувство праздника, наверное, сейчас уже стало круглый год. Потому что и фонтаны раньше открылись, чистота, ну и дома выросли больше. В территориальном общественном самоуправлении отмечают работу по благоустройству. Проложены новые тротуары. Там, где это было нужнее всего. В Анапской появился подземный переход. Общественность активно участвует в жизни города. При определенных усилиях, совместных усилиях, конечно, удается. Получается. Потому что город становится краше, станица краше. И мы видим где-то разбитые дополнительные клумбы. Появились новые тротуары. Появилась обрезка деревьев более такая декоративная. Это все радует и все привлекает. О том, что Анапа комфортна для проживания, говорят цифры естественного прироста населения. Депутаты считают важным, что совместно с мэрией удается продвигать проекты строительства новых школьных площадей. Средства на эти цели выделяются на условиях софинансирования по госпрограммам. Это основная, наверное, проблема, которую и совет, и глава города действительно хочет решить. Так запланирован проект именно на увеличение мест. Это строительство школы для начальных классов в 12-й школе. И только в этом году мы потихонечку начинаем двигаться к этому. Это долгосрочные проекты. Но мы идем с закладкой, потому что рождаемость у нас продолжается, численность населения Анапы растет. Работа с молодежью в Анапе признана лучшей в крае. Сложилась система. С одной стороны профилактика, с другой организация досуга. Причем в актуальных для современных молодых людей формах. Сейчас молодежь очень большое количество времени проводит именно в сети интернет. В плоскости, так скажем, нереальной жизни. И вот здесь особая задача у нас состоит, помимо того, что работать вживую, в жизни проводя мероприятия, активно внедряться и в эту инновационную для нас сферу информационных технологий. То есть мы посредством своих групп ВКонтакте, посредством Фейсбуков, Инстаграмов, нашей специальной площадки южак.ру формируем вот это позитивное пространство информационное. Здоровье анапчан в руках врачей. Роль профилактической работы неоспорима. В течение года медики ввели Дни здоровья для взрослых и детей. В селах обследовали 5,5 тысяч человек. Медицина стала доступнее. Открылся офис врача общей практики в 12 микрорайоне. Еще один построен в хуторе Рассвет. Отремонтировали регистратуру в поликлинике и два этажа в родильном доме. Наверное, какая-то появилась все-таки стабильность. Мы уже зафиксировались, закрепились на определенной позиции. И ниже мы не опускаемся ни по качеству, ни по доступности. Мы только продолжаем расти вверх. Вот даже открытие поликлиники, новой регистратуры, то есть это еще шажучек вверх. Во многих случаях работа ведется по принципам государственного частного партнерства. Успехи тем ценнее, что достигнуты они в непростой для страны экономической ситуации. За цифрами статистики – каждодневный труд жителей города-курорта. Сегодня день местного самоуправления. Этот праздник совсем молодой. Его начали отмечать с 2012 года. По итогам прошлого года из 44 муниципалитетов Анапский район занимает 12 место, а в рейтинге глав Сергей Сергеев на 6 позиции. Сегодня в Анапе чествовали тех, кто трудится на благо курорта и его жителей, ежедневно решая вопросы в различных сферах жизни общества. Заместитель главы города Светлана Яровая отметила, что работа в органах местного самоуправления требует большой ответственности и профессионализма. Немалую роль в эффективности управления играет и тесное взаимодействие с общественниками. Анапские территориальные органы самоуправления – верные помощники администрации. Сегодня мнение территориального общественного самоуправления, в первую очередь, в решении глобальных, значимых вопросов становится ведущим, определяющим. Уверена, что постепенно мнение общественного самоуправления будет решающим и по повседневным вопросам, что мы, собственно, видим на практике. Я хочу поблагодарить всех здесь присутствующих за добросовестный труд, за любовь к своей малой родине, за вот такое небезразличное отношение к повседневным вопросам, решения которых делает нашу с вами жизнь близких наших лучше, качественнее. Грамотами и благодарностями наградили специалистов управления и других структурных подразделений администрации. Особо отметили и поблагодарили за неоценимый вклад в развитие курорта ветеранов муниципальной службы. Многие из них и сейчас ведут активную общественную деятельность и передают ценный опыт своим преемникам. За активную организацию форума ТОСов, который стал примером для других муниципалитетов, наградили всех, кто пишет его историю. В Анапе открылся обновленный после реконструкции бювет с минеральной водой. Кружевная деревянная беседка на привычном для курортников месте с исторических времен. Деньги вложил частный инвестор. По его словам, он получил максимальное содействие со стороны городской администрации. Сегодня одна из задач развивать воды и грязи лечения. Это будет способствовать круглогодичному функционированию курорта. Первая минеральная вода и первые посетители. Ганифа Мамедов из Пензы каждый год приезжает с семьей в Анапу именно на воды. Отличная вода. Мы на старых ходим, туда набувеет каждый день полукомпион. И чувствуется хорошее ощущение, тонус хороший, иммунитет поднимает. Воду в бювет подвозят из месторождения, которое находится в районе Малой бухты. Ее доставляют в специальных машинах. Перед розливом она проходит через антимикробную систему, не теряя полезных свойств. Наши воды анапские можно сравнить с водами ясентуков. У нас есть два типа вод. Семигорская 1 лечебно-столовая и Семигорская 6 лечебная. По составу они аналогичны, очень близки к составу лечебной воды. Ясентуки 17 и лечебно-столовая ясентуки 4. Но наши воды, в отличие от ясентуков, содержат, кроме прочего, еще и йод. И, скажем, такое месторождение, как Семигорская 6 лечебная вода, оно вообще уникальное. В России другого такого месторождения нет. Бювет открыл частный инвестор. У него уже есть аналогичная точка в Витязево, а также в Ясентуках. Здесь нам предоставили условия для работы с местными компаниями, которые являются собственником и добытчиком минеральной воды. Потом, с точки зрения коммуникаций, были очень большие помощи в получении технических условий и в их реализации. Предприниматель настроен оптимистично. Рынок считает перспективным. Намерен продолжать строительство бюветов в Анапе, а также открыть линию по заводской упаковке лечебной грязи. Специалисты, в том числе и зарубежные, отмечают большой потенциал города-курорта именно как вода и грязи лечебницы. В преддверии 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Управление по делам молодежи Анапа приглашает всех желающих стать участниками уже ставшей традиционной патриотической акции «Бессмертный полк». На торжественном параде 9 мая колонна «Бессмертного полка» будет формироваться в 9.30 в районе «Русских ворот». Далее она проследует по театральной площади. Для участия необходима фотография родственника, участника Великой Отечественной войны. Вы должны ее увеличить. Это должен быть портрет формата А4. Он может быть либо закреплен на специальную поверхность, либо вы можете обратиться в фотоателье, где вам уже оформят готово в эскизный вариант с оформлением, с нанесением георгиевской ленточки, чтобы он мог вам служить не один год. Вопросы по участию в акции можно задать по телефону городского управления по делам молодежи 3-24-70. Куклы так похожи на людей. В художественной галерее «Белый квадрат» мастер, чьи работы известны не только в России, но и за рубежом, учит анапчан делать маленькие произведения искусства со своим характером и настроением. Бадуарные куклы появились еще в начале 20 века. Тогда они считались модным аксессуаром для дам наряду с зонтиком или шляпкой. И вот спустя много лет они снова становятся популярными. На увлекательном мастер-классе побывали и наши корреспонденты. Вот вы знаете, вы лепите, и у вас есть своя рука. Это очень интересно повторять на самом деле. Это рука будущей куклы. Она делается из специального пластика. Его нужно запекать, чтобы он затвердел. Это только начало. После 50 часов занятий у Ольги Лозовик получится примерно такая кукла. Традиции около 100 лет. После Первой мировой войны в Европе снизилась рождаемость. Кукольные фабрики разорялись. Тогда их владельцы решили переориентироваться на взрослых, сделав игрушку модным аксессуаром для сугубо личного пространства. Ольга Абаскалова увидела бадуарную куклу в Германии около 12 лет назад. Поразило то, что она полностью сделана руками. Захотелось понять, как и повторить. Я не умею даже рисовать. Я из тех людей, которые... Я программист по образованию. И вот сугубо техник. Да, это мозга костей всегда была, мне всегда так казалось. Даже когда я получала второе образование на мультимедийных технологиях и рисовала, и у меня получалось. Но меня это не привлекало совсем. Поэтому я подглядываю за людьми на самом деле. Смотрю в интернете. Сейчас можно интернет. Раньше я смотрела на людей. Доходило до того, что у меня дети вот так от меня закрывались книжечкой. Потому что разглядывала, смотрела, мимику смотрела. Что-то вот ловила, какие-то эмоции. У каждой куклы свой характер. Они, если можно так сказать, более человечны. Это одно из ответвлений. Авторские куклы. У каждой своя маленькая история. Это, например, ангел, у которого нет времени, чтобы заштопать носки, потому что всегда есть тот, кому нужно помочь. Сейчас он защитил щенка от дождя. Это тоже работа одной из учениц. Ольга Лозовик – человек творческий. Занимается живописью. На занятия пришла уже с готовым образом. Мне просто интересно. Вот я и делаю. Я уже образ придумала. Образ по конкретному человеку, которого я люблю. Мне хочется сделать ей приятное, этой девочке. Я хочу сделать куклу с ее образом и с характером. Организаторы мастер-классов считают, что пригласить такого преподавателя – сродни везению. Ольга Абаскалова – постоянный участник выставок в Германии и Чехии. Часть времени проводит в Вене, часть в Анапе. Сегодня авторские куклы ценятся как произведение искусства, пользуются спросом у коллекционеров. На их изготовление может уходить от нескольких дней до нескольких месяцев. Вместе с тем, по словам мастера, лучшие работы получаются, когда автор как бы плывет по течению, доверяя интуиции, работает для собственного удовольствия. В дни поминовения усопших 23 и 25 апреля движение автобусов по маршруту номер 11 микрорайон 12 городское кладбище будет осуществляться с 8 до 18 часов с интервалом 15-20 минут. Перевозка пассажиров будет осуществляться бесплатно. И в завершении выпуска новости спорта. В 10-й спортивной школе стартовал открытый краевой турнир по художественной гимнастике «Весенние ласточки». В нем принимают участие юные гимнастки из Краснодара, Новороссийска, Анапы и других городов края. В этом году впервые на ковер выйдет и команда из Якутии. Более 200 спортсменок в течение двух дней будут отстаивать свои титулы в личных и общекомандных зачетах. В «Весенние ласточки» прилетают в Анапу уже несколько лет подряд. Сегодня гимнастки выступают с индивидуальной программой согласно возрастным группам и разрядам. Девочки показывают как простые элементы, так и сложные с использованием предметов, например, скакалки или обруча. Анапы представляют 30 спортсменок. Все они воспитанницы 10-й спортивной школы, единственные на курорте, где готовят гимнасток. Несмотря на серьезную конкуренцию, тренеры и организаторы возлагают на наших спортсменок большие надежды. Наши тренеры подготовили спортсменок на должном уровне. У нас девочки всегда завоевывают призовые места во всех возрастных категориях. У нас у 10-й спортивной школы есть три девочки с разрядом КМС. Вот на этих соревнованиях они могут его подтвердить, а могут и вовсе выполнить норматив мастера спорта. Для анапчанки Виолетты это уже не первое соревнование. Ей всего 8 лет, но она уже выступала с командой в городе Темрюк. Говорит, что к турниру готовились все семьей. Мама мне помогает делать растяжку, тянуть колени. Все девочки танцуют, у них все красиво получается. И надо к тому тоже стремиться. Во второй день гимнастки выступят с групповой программой. Весенние ласточки – это своеобразный промежуточный экзамен. Здесь спортсменки могут достигнуть новых, более высоких результатов, либо подтвердить уже имеющиеся разряды, а тренеры отберут лучших для участия в краевых и всероссийских турнирах. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует...